Всем привет, мои хорошие! Где весна, скажите? Вот где весна? Отвезла ребенка в школу, приехала девчонки в консультацию на КТГ. Первое мое КТГ. Расскажу вас обязательно, как сделаю. Приехала рано, можно с вами немножко поболтать. У нас никогда в жизни не было такого холодного конца апреля. Вот честное слово, после как-то середины апреля, но к 20 числу точно теплело, и было уже тепло, хотя бы 10 градусов тепла. Сейчас ночью ноль, сегодня на день 8, завтра на день 5. Это вообще какой-то капец. Очень холодно. Сегодня хотя бы светит солнышко, и небо пока ясное. Так каждый день дожди и снег. Мокрый снег, он сразу тает, даже град был. И это все так угнетает, невозможно. Мне кажется, у всех в этом году такая весна. У вас как с весной, девчонки, пишите? В конце апреля уже всегда было теплышко. Помню, числа 16-18 апреля уже раздевались до кофт. И так ходили. Бывали дни похолодания, там, когда цветет черемуха и так далее, но это были единичные дни. А сейчас просто нет просветов. Вот на этой неделе с четверга чуть-чуть потеплее, 12, к выходным 15, хотя бы уже, хотя бы. А так вообще дубак. Сейчас с вами на КТГ пойдем. Потом у меня интересные посылочки с Азон. Я заказала на Азоне одежду в одном магазине. Интересно, в магазине одежды. Все в одном магазине. Вместе с вами заберем их и распакуем. Посмотрим, что там интересного. Мне на самом деле очень интересно. Сейчас покажу вам, какая погода за окном. Ясно, светит солнышко. Все зеленеет, деревья зеленеют, цветочки зеленеют. Бедные и несчастные. А ночью ноль. Мне прям жалко, жалко эту зелень сочную. Я вам уже показывала там консультация. Зареченская в Туле. Некоторые девочки писали, что живут тут рядом даже. Здорово на самом деле. А еще, девчонки, у меня сегодня ночью первый раз в жизни свело голень правой ноги. Я знаю, что у беременных это бывает. Это, наверное, недостаток микроэлементов каких-то. Сейчас с врачом обговорю. Потом после КТГ пойду к врачу. Может, что-то попить. Потому что она мне сказала не пить витамины фемибион. Я пила первый триместр и второй триместр. В третьем триместре она мне сказала их не пить. То есть достаточно пить отдельно витамин D, омегу я пью. Так, и что еще? Что я еще пью? Йод. Вот. И все. Но мне кажется, мне не хватает микроэлементов. Потому что, если вы помните, вы мне тогда часто писали, что когда я пила витамины, у меня и волосы блестели. Сейчас они немножко похуже стали качеством, чем были в начале беременности. Когда бросила пить витамины, они стали хуже. И вот эта судорога, это, конечно, капец. Это незабываемое ощущение. У кого было, девчонки, я вам сочувствую. Посреди ночи я как начала ее разминать, мяло-мяло-мяло-мяло. И все равно небольшая, как там, не боль, но тяжесть осталась. И когда я ее разминала, она прям как каменная. То есть получается, да, это свело судорогой. Я сейчас перед выходом намазала винатоником. Вот сейчас все нормально уже. Но мне что-то не радует совсем такая перспектива. Мне кажется, надо все-таки еще витаминчики попить. Может, фимебион третий купить и начать его пить. И потом даже после родов, во время ГВ, допивать. Витамины они не помешают. Обговорю этот момент с врачом, потому что, ну, вообще, капец. Не очень приятное ощущение, скажем так, прям жуть. Ой, девчонки, ну, любят у нас нервы потрепать, конечно. Я зашла, точку вслед, на КТГ в 9.20. Сейчас знаете, сколько время? 11.37. Я уже приехала за дочерью в школу, потому что в 1.45 заканчивается занятие. Я никогда так долго не была в консультации. В общем, я ждала долго, во-первых, очередь в КТГ. Сегодня оно почему-то было у всех плохое. И у меня такие подозрения, не у меня такие подозрения, что дело здесь не в нас, бедных девочках, а в специалисте. Плохое КТГ. Мне как только подсоединили датчик, у меня дочь начала толкаться. Ну, она и так активно толкается, только на бочок ложишься, она в разные стороны начинает толкаться. И тут прямо этот датчик пинать и с другой стороны, в тот бок, на котором лежала, и сверху. Ну, в общем, в датчик пинало все КТГ. По факту. В итоге я встаю, долго меня не держали. Некоторые там прямо аж по полчаса лежали. Плохое КТГ – низкая активность. Низкая активность, маленькая апплитуда вот этих вот толчков, ударов или еще что-то. Я бы поняла, если бы вы мне сейчас наоборот сказали, что высокая активность, потому что она невозможно толкалась. И наоборот, учащенное сердцебиение. И как с первой у меня была дочерью, я себе октавигинчик капала. Вот это я могла еще ожидать. При такой активности ребенка, я его уже знаю, у меня так первая дочь не толкалась. А тут день и ночь. Нет, ну ночь спит, она хорошо спит. Ночь и весь день толкается потом. Стоит только на бочок завалиться, все, у нее начинаются телодвижения там очень интересные. Плохой КТГ. Отнесли его врачу, пошла к врачу. Она меня записала, попросила на УЗИ, чтобы меня приняли. Я пошла на УЗИ. Сходила на УЗИ. Проверили все хорошо. Проверили сосуды, сосуды, пуповины. Кровотоки отличные. Все нормально. Ничего, никаких отклонений нет. Все у вас прекрасно. А женщине, которая на УЗИ работает, я доверяю больше. Это хороший специалист. Прям понравилось с первого раза, с первого скрининга. Досконально все смотрит. Очень такая молодец. В общем, ну видно, видно, когда специалист хороший. Ну и все, все хорошо. В итоге вот я три часа там проторчала, да? Три почти. Девять. Девять, двадцать, четыре. Три с половиной часа. В общем, все хорошо. Все нормально, все отлично. В субботу. Сегодня у нас понедельник. У меня уже 35 недель. Осталось чуть-чуть, девчонки. Уже надо сумку в роддом собирать. Но я все основное купила. Потом вам покажу много чего интересного. Так что нервы трепать начали. Но по факту у меня как-то вот есть всю беременность, такое внутреннее ощущение, что все хорошо. Все нормально. Я не нервничала. И когда она мне сказала плохое КТГ, причем специалист сказал достаточно тактично, не надо не нервничать. Сейчас с врачом что-нибудь решите. И так далее. У меня все равно внутреннее спокойствие. Я знаю, что у меня все хорошо. Я знаю, что у меня активный ребенок. Я знаю, как она толкается и так далее. И специалист на УЗИ тоже так дала понятие, намекнула, что сегодня с КТГ всех почему-то отправляют к нам на УЗИ. У всех оно плохое. Я говорю, ну вы знаете, я тоже засомневалась в компетентности специалиста. Поулывались друг к другу, я пошла. В общем, вот так. Сейчас забираю ребенка из школы. Осталось 5 минут. И будем дальше с вами распаковывать одежду с Азон. Ну что, девчонки, я дома. Сейчас будем с вами распаковывать вот этот вот пакетик с Азон. У меня здесь еще коробочка есть. Я заказывала блеск для губ. И представляете, бальзам для губ Невеевский. Он был по хорошей акции. И в подарок положили что-то. Я уже забыла, что сейчас откроем, посмотрим. Мы просто никогда ни на Азон, ни на Вайлдберрис в подарок ничего не кладем. Поэтому я удивилась. По-моему, прокладки. Да, точно, смотрите. При покупке бальзама для губ Невея положили прокладки. Одну прокладку. Одну или две тут. Одна прокладка нормала, одна прокладка ночная. В подарок кодекс. Ну, видимо, какая-то рекламная акция, да, на Азоне. Или совместно с Невеей. Не знаю. Вот такой вот бальзамчик. Таю на губах, сияние жемчуга взяла. Потому что губки сохнут. Иногда хочется что-то такое невесомое. Пригодится. По рублей 70 он был, что ли. Мне, в принципе, бальзамчики Невея нравятся. Вот такой вот розовенький, красивый. У меня раньше был похожий. Да, действительно, такое легкое сияние. Розовое, красивое. Такое чуть-чуть. Эти перламутровое. Классный бальзамчик. Угу. Сверх помада. Молодец, Света. А дальше у нас с вами одежда. Много одежды интересные. И все из одного магазина на Азоне. Это опт-мода. Так называется этот магазин. Я вам все ссылочки оставлю на каждый комплектик одежды и на сам магазин под видео. Проходите, знакомьтесь, смотрите. Все заказала в одном магазине. Было очень интересно. Особенно вот спортивный костюм. Мне интересно. Сейчас с вами все посмотрим, все померяем, оценим качество. Почему именно этот магазин? Много хороших отзывов. Во-первых. Во-вторых, там есть... Я нашла там тот спортивный костюм, который давно хочу. С худи. Да? И с трикон. Размерный ряд. Потрясающий. Вообще все супер в этом плане. Почитала отзывы, посмотрела. И вроде как не маломерит. Да? В отличие от Ивановского трикотажа. Вот. Смотрите, какой один большой пакет. И один вот такой вот маленький. Давайте с вами с маленького начнем. И вроде как не маломерит по отзывам, но я все равно взяла побольше, как бы на тот случай, что я сейчас с животом, да? Поэтому... А костюмчик классный. Так, это у меня пижамка, девчонки. Первая вот она отдельно была в пакетике. Это пижамка в 56-м размере. Я взяла это уже не 60-й, да? Как в Ивановском трикотаже. Сейчас посмотрим. Маломерит, не маломерит. Цвет гранат. Вот такая вот красивая пижамка. Это шортики и футболка. Вот, смотрите, оптмода, как называется магазин. И, кстати, девчонки, продавец нам с вами дал промокод на 10-процентную скидку. Промокод Светланы я обязательно пропишу внизу под видео. И здесь где-нибудь сделаю вставочку. 10% скидка. Это всегда приятно. Так, смотрим. Ой, как тактильно, приятненько. Слушайте. Так. Стопроцентный хлопок кулирка. Я обожаю кулирку. Сейчас нам все обязательно померим и посмотрим. Смотрите, вот такая футболочка. Что касается пошива швов. Ну, тут как бы все прекрасно. Все обработано. Горловина обработана. Швы все на месте. Все замечательно. Рукав не цельнокроеный. Он, видите, пришит из другой ткани. По обработке, по качеству пока все очень достойненько. Мне вообще нравится кулирка. Я прям обожаю. Так, шорты, шорты просто синие с кармашками. Они мне прям будут в облипку, я так думаю. Все померим, все посмотрим. Поехали дальше. Мне больше всего интересны спортивные костюмки. Пижаму, я думаю, это я только после рода поделу. Еще я, девчонки, заказала халат в роддом. Нужны же халаты. Мне кажется, в первую беременность все было в роддоме. Говорили, ничего не брать. Мне кажется, почему-то так. Я ничего свое не брала. Я ходила там за этих стрёмных ночнушек. А халатов у нас, по-моему, не было. И я заказала вот такой красивый халатик под свою синюю ночнушку. В 58-м размере. Сделано в России. Слушайте, а где сделано? Это велюр стрейч. 58-й размер, цвет индиго. Палиэстер 95 и ластан 5%. Он такой красивый, синий. Мне очень понравилось, как он на модели в магазине смотрелся. Сейчас посмотрим. Знаете, такая модная в роддоме щеколять буду. Что? Ой, ремешок упал. Ремешок упал. Ремешочек. Вот такой вот красивый халатик. Он не длинный. Он где-то по колено должен быть. Смотрите. Он тянется. Очень хорошо тянется. Хоть 5% ластан, да? Но он вот как тянется. Видите? Красивый. Красивый цвет. Такой мне синий нравится. Все здорово. И рукавчик, смотрите, как отделан. Здорово. Я вообще не любитель ходить в халатах. Я подумаю либо в туниках хожу, либо в пижамах, да? Или в каких-то комплектах с брючками и так далее. Но нужен был халат, поэтому да. Все с вами примерим. Все посмотрим. Поясочек к нему. Вот он. По швам. Ну, как бы тоже все отлично. Никаких нареканий. Бирочка тут тоже, видите? Опт-мода. Швы очень хорошо обработаны. Все как бы замечательно. Так. Костюм, как всегда, оставляю напоследок. Хоть и самое интересное. Так, дальше. Господи, я уже забыла, что я сказала. Сарафан. Девчонки, сарафан в 54-м размере. Называется «Белые цветы». В 54-м размере. Это сарафан летний в пол. Мне очень понравилось тоже, как он смотрится. Это тоже кулирка. Класс, значит, он будет струиться. Все супер. 100-процентный хлопок, 54-й размер. По-моему, не было больше. Я бы взяла больше. Но я взяла уже на послеродовый период, потому что до родов в сарафанах я не похожу. С учетом того, какая у нас весна, какой дубак. Вот. Я взяла сарафанчики. Вообще, открытые ручки не ношу, но... Знаете, под джинсовку, под коротенькую курточку. Красивый вырез. Под грудь, на резиночке. Сарафанчик точно не маломерит. Вот так обработана горловина. Все хорошо. Прострочка. Мне нравится, что вырез достаточно глубокий. Да, вот такой рукавчик, и он у нас под грудь. Под грудь. Дальше у нас с вами рюшечки такие, видите? Вот эти рюшечки. И еще один ряд рюшечек. Класс. Хорошо, что кулирка. Это здорово вообще. Кулирку обожаю прям вот. Не знаю почему. Нитка какая мне присобачилась какая-то. Он в пол прям, да. У меня рост, если что, метр 69. Сарафанчик, мне кажется, сейчас будет в самый раз. Сейчас посмотрим. И дальше, девчонки. Спортивный костюм с худи я взяла в 58-м размере. Я всегда боюсь, что вещь будет маломерить, поэтому лучше возьму побольше немножко, да. Цвет сухая роза, футер с лайкрой. Хлопок 70%, полиэстер 25, лайкр 5. Вот такой красивый. Я вам картиночки буду вставлять сбоку, как выглядят на сайте эти вещи, чтобы вы тоже понимали. Не на сайте, а в магазине. Так, толстовочка. Костюм, мне кажется, тоже немаломерит. Мне кажется, размер в размер. Но сейчас померяем. Смотрите, вот такой худи с карманом. Черная веревочка, капюшон. И он не сильно теплый. То есть на весну. Изнанка. Внутри вот видите, какой. Не сильно теплый, но и не прохладненький. То есть как раз самое оно. Мне почему-то именно такой цвет захотелось. Швы тоже все отлично. Все прекрасно. Вот карманчик пристрочен, видите. Хорошо, что здесь вот такие вот кругляшки есть. Это здорово. Капюшончик, как бы все отлично. Рукав с резиночкой. Внизу тоже резиночка. Люблю такие костюм, потому что сейчас иногда делают худи. Без резинки внизу, мне кажется, это некрасиво смотрится. Так, и брючки. Брючки без резинки внизу. Они брюками. Да, мне кажется, костюм не должен маломерить. Это вот, наверное, и есть 58-й. С кармашками. Резинка где-то не пристрочена. Просто где-то. Так, и внизу брючками. Вот. Вот такие вот штанишки. Ну что, давайте все мерить, уже интересно. Первый комплект. Это у нас с вами футболка с шортами. Я вам шорты показывать не буду, можно, потому что они прям совсем в облипочку и совсем короткие. Но футболка короткая. Мне кажется, это задумка просто самой модели такая. То есть, видите, вот мой беременный пузик. И она короткая. Даже после беременности она будет коротковата. Шорты, в принципе, нормально. Они налезли, как бы все хорошо. Кстати, и прям не совсем в облипку, то есть, вот, нормальненько. Но футболочка, она сама коротенькая. Прям даже не знаю, что с ней сделать. Дочери отдать, наверное, надо. Вот. А шорты нормально. С другой футболкой могу их сейчас таскать. Резинка не давит на живот, как бы, но все нормально. Поэтому комплект, скорее всего, тоже не маломерит. Он просто так задуман, что футболочка у него короткая. Имейте в виду. А так он очень красивый. Комплектик очень красивый. Ну вот. На худеньких девочках, может быть, будет очень даже и хорошо смотреться, да? Такая короткая футболка. Ткань очень приятная к телу, прям замечательная. Давайте сразу, не отходя от дела, с вами померяем халатик. Так. Сейчас этикеточку сорву. Оп. Халатик. Красота. Ой, рукав. Рукав очень красиво смотрится. Прям здорово. Здорово. Богато, хорошечно, девчонки. Халатик бюджетненький. Халатик отличненько. Нет, это не как в Ивановском трикотаже. Здесь размером девчонке можно доверять. Лучше, конечно, почитайте отзывы под каждым товаром. Но размером доверять можно. Потому что вот халатик у нас в каком размере? Я уже забыла, вам говорила. 56 или 58? Вот он как раз, да. Он все в размер, в размер. Все прекрасно, все отлично. Я пояс повыше завяжу, потому что... Пузик. Пузик, пузик, кайра, пузик. Вот так. Сейчас покажу. Вот такой вот халатик. Красивый, симпатичный. Все здорово, замечательно. Мне очень нравится рукав. Видите, все закрывает внахлёст. Еще там много свободного пространства. Как бы по роддому ходить на ночнушку очень хорошо. Тут есть, кстати, петельки для ремешка. Видите? Вот. Сейчас покажу вам в полный рост. 58-й халат. Очень симпатичненький. Длина выше колена. Нет, я думала по колено. Длина выше колена. Он достаточно коротенький, да? У меня длинная ночнушка, она ниже колена. Вот так вот сверху этот халатик очень даже ничего красивого. Он красивый сам по себе, красивый, очень приятный к телу. Ткань такая прям приятненькая. Как вам халатик? Напишите, девчонки. В разных расцветках, кстати, есть. Красная, по-моему, еще и черная, по-моему, есть тоже. Я выбрала такой синий, потому что у меня синий ночнушечка. Вы на сарафан, девчонки, просто прелесть. Вы себе не представляете? Он у нас в каком? В 54-м размере. И он, мне кажется, большемерит. Он реально большемерит. Но он и по фасону должен быть такой, да? Не в обтяжечку. Ну вот он может быть на размерчик даже чуть-чуть большемерит. В 54-м размере. Мне сейчас беременный. Как бы, ну самое оно вообще. Смотрите, для живота запас есть. То есть можно таскать. Я вот сверху люблю все-таки ручки закрывать какую-нибудь. Летнюю курточку. Джинсовку или что-то такое сверху одевать. Сейчас покажу вам в полный рост. Он мне в пол. Прям совсем в пол. Метр 69 мой рост. Имейте в виду. 54-й размер. Мне очень нравится. Он такой приятный, дышащий. Прям здорово вообще. И без животика. Будет вообще отлично посмотреть. Да и с животиком классно. Вот в тронке. Смотрите, в полный рост. И то вы не видите. Сейчас еще вас немножко опущу. Так. В пол. Свободненький. Легенький. Все отлично. От груди начинается клеш. Сейчас пока немножко здесь в обтяжку. Да. А когда живота не будет, он будет как раз смотреться так, как положено. Так, как нужно. Здорово. Мне нравится. Вообще красота. Вы, наверное, не видите все равно. Низ. Вот. То есть он мне прям в пол. По земле не мотается, но вот прям как раз до носков. С каблучком. Будет вообще здорово. Отлично. Хорошечно. Ткань обалденная. Очень приятная к телу. Прям вообще. На жаркое лето. Мне кажется, в нем вообще не будет жарко. Это прям находка. Вырез хороший. Все скроено. Очень добротно. Мне нравится. Прям здорово. Гулять с колясочкой летом. Красота. Такой легенький. Костюмчик вообще шик, блеск, красота. Просто. Мега комфортный, удобный. Тоже будет дышащий. В нем не будет сильно жарко. По брючкам мне немножко длинноватые они. На метр шестьдесят девять. Либо я их подошью. Либо кроссы, кроссы. Я все в поисках хороших кроссовок. Никак не могу найти то, что я хочу. Хорошие, удобные. Сейчас покажу вам. Длинновато. Длинновато штанишки, но не сильно. Брючки. Смотрите, костюмчик вообще классный. Цвет, бомба. Рукавчик все отлично. Вот такой длинный худи. То есть достаточно длинная. Да? Вот он где карманчик у меня. Мне кажется вообще здорово. Брючки все замечательно. Костюм не маломерит, однозначно. Капюшончик. Сейчас потом вам покажу. Сейчас сначала. Брючки. Он очень удобный, девчонки. Вот видите? Сколько еще запасов в брюках, да? То есть они немножко великоваты. Я бы сантиметра... Да много прилично, насколько укротила. Длинное худи. Все отлично в этом плане. Она будет смотреться более свободно после уже родов. Капюшончик. Нравится, как он лежит. Лежит красиво. Вот его размер. То есть он не сильно такой объемный. И конечно больше он выполняет такую декоративную функцию. Красиво. Мне очень нравится. Цвет приятный. И сидит прям отлично. Спущенный рукав. Видите? Вот здесь шов. Спущенный рукав. Карманчик. Все здорово. Отлично. Вот рукав по длине. Все отлично. Прям все как надо. Так, как я хотела. Как я себе представляла. Вот только единственное. Брючки коротковаты. И то это я натянула прям штаны. Не, ну можно еще конечно натянуть. Можно еще натянуть. Прям выше живота. Чтобы совсем не давило. Но все равно немножко длинноватый. Немножко длинноватый. Надо будет штанишки чуть-чуть подшить. То есть костюмчик такой на высоких девочек. Но еще смотрим на размерную сетку. Потому что это 58 у нас с вами размер. Да? Возможно размер, который меньше, будут и штанишки покороче. Да? Так я довольна. Костюм мега приятный. Прям вот к телу. Вообще не хочется его даже снимать. Ну вот и все. Мой хороший влог на этой ноте буду заканчивать. Мне в принципе все очень понравилось. Вот с пижамкой только конечно я маленькую взяла. А им отдам, да? Ну, такой у нее крой. Коротенькая вот кофточка почему-то. А так мне очень нравится. Сарафанчик, костюм. Я прям в диком восторге. Халатик. Вроде он все супер комфортно, удобно. Магазин, кстати, часто устраивает распродажи. У них есть какие-то акционные товары. Периодически проводят акции. Обратите на это внимание. И конечно не забывайте про промокод 10%. Для вас специально мои любимые. Магазин нам дал этот промокод. Поэтому заходите, смотрите, знакомьтесь. Пишите, какая вещь вам больше понравилась. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.